Доброе утро, дорогие друзья! И начать я предлагаю с новостей, которые нам любезно предоставила компания Thomson Reiter. Начать с краткого итога. Рост американских и азиатских индикаторов, как отмечает Thomson Reiter, с одной стороны, неопределенная динамика европейских индексов, низкие цены на нефть, с другой стороны, указывает на формирование смешанного внешнего фона перед открытием торгов в России. Но такая формулировка у нас уже несколько месяцев присутствует, и присутствует она и сегодня. Геополитический фактор по-прежнему остается в центре внимания инвесторов, а тема санкций ЕС и Запада в отношении РФ остается открытой. Протокол о прекращении огня на юго-востоке Украины может поддерживать надежды игроков на деэскалацию конфликта, однако последние новости о боевых действиях на Украине могут поставить мир в стороне под вопрос. Здесь со всеми пунктами соглашаемся, и небольшой комментарий этой темы. Прежде всего, обнародован минский протокол был на выходных о перемирии на юго-востоке Украины, и вдруг выяснилось, что это никчемная бумажка, которая стоит дешевле бумаги, на которой она напечатана, и это по очень простой причине. Представитель ЛНР Плотницкий заявил, что подписание протокола не означает, что ДНР и ЛНР готовы остаться в составе Украины, мы собираемся продолжить курс на соединение. После этого минская встреча закончилась, я даже не читаю решение, тут нечего читать, потому что оно не работает, оно было обречено не сработать. Ясно, что в чем была положительная составляющая этой встречи, в том, что вообще встретились, и в том, что вообще поговорили. То есть какой-то диалог все-таки состоялся. Теперь, естественно, следующим шагом нужно начинать более широкий диалог, более, может быть, контролируемый обеими сторонами, я имею в виду Россию и Украину, потому что, ну, когда, так сказать, представитель России подписывает протокол какой-либо, а представитель ЛНР говорит, что, а мы все равно будем бороться за соединение, ну, возникает вопрос, как бы, кто кому платит, и, так сказать, кто на кого влияет, в конце концов. Тут надо уже определяться. Больше того, сегодня, вернее, вчера, видимо, наш премьер-министр Медведев анонсировал асимметричный ответ на новые санкции Запада. Вот я честно говорю, парни, не надо дразнить американцев. Они нам уже загнали доллар-рубль на 37 рублей. Все ясно, что сейчас мы их будем дразнить дальше, и мало того, что Украина, так сказать, события их дразнит, так мы еще им угрожаем, по сути, напрямую. Но что последует дальше, после таких заявлений, совершенно очевидно. Американцы контролируют цены на нефть. Что там обсуждать? Айс и Найс, так сказать, все это абсолютно точно и Наймикс, все это контролируется американцами, и плюс ко всему они контролируют информацию о ценах на нефть через агентство Плац. Масса всяких других агентств, которые влияют прямо на цены, по сути, пропагандируют движение цены на нефть в нужную сторону. Это регулируемые процессы, полностью манипулируемые. Если сейчас американцы, так сказать, начнут зуб за зуб политику, то они уронят цену на нефть на 70, на 60 долларов за баррель, очень даже легко. Не надо их залить. Я бы, так сказать, искренне посоветовал сейчас нашим органам управления. Тем более, что угрожаем? Угрожаем закрыть воздушное пространство. Господи, да 70 лет при Советском Союзе летали на СССР. Ну и сейчас будут летать. Ну да, на 5% повысится стоимость перелета. Так вы посчитайте, насколько мы потеряем при, так сказать, реальном падении цен на нефть. Как бы совершенно очевидно. Кроме того, давайте обратим внимание, что в России начинается серьезная проблема. Президенту предложат обнулить накопительную часть пенсии. То есть платили 6% от ставка накопительной части. Теперь сделают ноль. Но, знаете, это не то, что тревожно. Это катастрофа. Это означает катастрофу вообще системы пенсионного обеспечения. Точно так же нас расскажут. Вы знаете, вот сейчас платят зарплату людям на 70 тысяч рублей. А сейчас давайте обнулим, поскольку денег нет. Пусть работают люди бесплатно, как при СССР. Ну, ребят, как бы, так это вообще... Я с изумлением это все смотрю. Мне кажется, что мир встал с ног на голову. Пенсионная система, это введенная в 30-х годах во всем... Ну, в ведущих странах мира, в том числе, кстати, и в России, в СССР. Это величайшее достижение вообще цивилизации. Вот если взять 10 тысяч лет последнее развитие, то это величайшая степень забота о пожилых и о пенсионерах государства. Это величайший прорыв вообще в развитии человечества, общества и государственности. И вот сейчас одним махом, так сказать, обрубают, опускают нас, не то, что даже в Средневековье, а в какой-то первобытный общинный строй, когда задачей племени является забота о своих стариках. Ну, как бы, время-то все-таки другое. Уже давно семья сложилась, как форма, как институциональное образование в рамках цивилизованного общества. Уже, так сказать, племенем никто не живет. Уже там соседям даже мало кто заботится, поскольку живем в городах отдельно. Соседей не всех знаем по подъезду. Господи, спросите себя, Как можно в этой ситуации снимать норму государственной задачи по заботе о пожилых людях, я не знаю. Мне кажется, вот это самая негативная часть. Уже забудьте про Краину. У нас рушится вообще система государственной организации Российской Федерации. У нас СССР из-за этого развалился. Сейчас, так сказать, такой же домокло-меч заносится над Российской Федерацией, как государственным образованием. Я лично категорически против, считаю, это оказывает негативные линии на все общество, но и на нашем рынке, конечно, отразится мгновенно. Мало того, что пенсионные деньги не придут в рынок, а уйдут чисто в государственные задачи напрямую, в какие-то государственные проекты, минуя рынок. Ну и плюс, ко всему, величайший негативный эффект. Так что надеюсь, все-таки, что этого не случится. И так негативного влияния на рынок не будет. И все-таки мы какой-то, скажем, хотя бы нейтральный фон сегодня сохраним, несмотря ни на что. Но, к сожалению, на мой взгляд, сегодня скорее вниз, чем вверх. Хотя буду очень рад ошибиться. Тем более, если будут решения какие-то положительные приняты. Допустим, если ЕС не ведет санкции, если президент не обновит накопительную часть пенсии, конечно, это будут положительные движения. Мы все на них надеемся и очень хотели бы видеть. А сейчас давайте поговорим о техническом анализе. О том, какие тактические соображения в торговле на сегодняшний день. Поговорим об этом с Дмитрием Семеновым, трейдером компании Калита Финанс. Дмитрий, добрый день. Приветствую Игорь, приветствую всех наших посетителей. Слышно меня, Игорь? Слышу хорошо. Отлично, отлично. Так, ну, что я хочу сказать. Картинки сегодня я вам покажу, на мой взгляд, они довольно интересные, довольно поучительные. Но с фундаментальной точки зрения, я имею в виду валютный рынок форек, сегодня вряд ли что-то будет интересное, потому что календарь событий, в принципе, пустой. То есть те новости, которые я вижу в календаре, в принципе, они, на мой взгляд, не очень сильно имеются в виду в плане влияния вот именно здесь и сейчас на валютный рынок. Ну, давайте сейчас мы с вами посмотрим на графики. Так вот, графики у нас подгрузились. И хочу начать свой рассказ с графика валютной пары фунт-доллар масштаба недели. Я этот график показывал на предыдущих выступлениях и, соответственно, говорил, что вот от этой поддержки, которая показана, в принципе, можно попробовать покупать фунт, но в пятницу я сказал, что покупать мне его не хочется, лучше я буду ждать подтверждающих сигналов и так далее. Ну, в общем, я не в рынке и об этом пока не жалею. Смотрите, в чем суть. Сказать о том, что поддержка пробита, ну, с точки зрения тех анализов нельзя, потому что, во-первых, закрытие, ну, оно незначительно ниже поддержки. Во-вторых, технический анализ, он довольно субъективный. То есть построение можно строить немножко по-разному. И вот смотрите, можно строить вот так вот уровень, через вот эти вот максимумы, а можно строить его вот так вот, через скопление вот этой зоны, вот область поддержки. И с точки зрения этот уровень еще не пробит. То есть говорить с технической позицией о падении, ну, как бы не совсем корректно. И, то есть с точки зрения техники сейчас, в принципе, можно пробовать искать какие-то подтверждающие сигналы на масштабе маленьком, допустим, часовом или четырехчасовом, и уже принимать решение о входе в рынок в сторону, ну, вверх, то есть на покупку функций. Но, опять же, это не рекомендация, это всего лишь из общей теории технического анализа. Второй график – это кросс-курс евро в салютский доллар. Тоже не первый день я его показываю вам. Ну, пока что цена еще не дошла до поддержки, который я планирую лично покупать, ну, моя рекомендация, в принципе, оставится прежней. То есть рекомендация лично для меня покупать от этой поддержки евро против салютского доллара. Следующий график – график евро к канадскому доллару. Тот же уже не первый раз показывают. Но, на самом деле, с точки зрения тех анализа, если мы смотрим графики такого большого масштаба, типа день или неделя, там, в принципе, динамика такая небыстрая. Поэтому графики, которые я вам показываю, в принципе, они очень похожи на те, которые были до этого. Так вот, что мы видим на этом графике? Мы видим, что в конце прошлой недели цена у нас протестировала поддержку канала и уже отразилась вниз, там, порядка, там, 50 пунктов. С точки зрения техники можно ожидать движения котировок, ну, если не к верхней границе канала, то только вот в этот район. Первая цель сюда, вторая примерно сюда. Но я не исключаю, что будет еще один заход вниз. Это чисто визуально, на основании своего опыта. Может быть, еще один заход вниз к этой поддержке. И если котировки поддержку пробьют, ну, наверное, рассчитывать на ближайший рост уже не стоит. График доллар-иена показывала мы его всю неделю. И, на мой взгляд, очень интересная картинка. Смотрите, вот сопротивление показано. И что произошло? Цена пробила сопротивление вверх, но после этого котировки спустились под уровень этой поддержки. Что с точки зрения теханализа мы можем, какой сделать можем вывод? Мы можем сделать два вывода из этой картинки. Вывод первый. Поддержка, вернее, сопротивление не пробито, можно пробовать торговать в них. В этом случае стоп-лосс, естественно, располагать необходимо за предыдущим, вернее, за последним максимумом. Это примерно на уровне 105-70. Ну, в принципе, стоп, вот лично для моей торговой стратегии, стоп великоват. Я предпочитаю торговать в том случае, когда стоп не превышает, ну, примерно 40-50 пунктов. Второй вариант. Не продавать в текущих, а ждать цен закрытия дня, допустим, или недели. Если цены закрытия дня будут выше 105-70, ну, с точки зрения теханализа, тогда возникает у нас сигнал на покупку. То есть два варианта. Либо продавать, либо ждать. Ну, и напоследок я вам покажу кросс-курс фунт-франк, масштаба день. В одной из прошлых передач я говорил, что мне, как трейдеру, не смотрится рост этого кросс-курса. И посмотрите, что произошло. В четверг, после ставок ЕСБ и пресс-конференции, котировочки фунт-франка выросли. И куда они выросли? Они выросли к сопротивлению нисходящего канала. Обратите внимание на свечи, какие они хвостатые. То есть хвосты сверху длинные остаются. И вот сейчас мы имеем открытие недели ниже данной поддержки. С точки зрения теханализа, это может говорить о вероятности снижения. И сигнал на продажу поступит в данном случае. При преодолении ценами вот этого уровня. Ну, как вы все видите на графике, вот через минимум от 15 августа. То есть вот простейший теханализ. Ну, в заключении повторю, что все, что я вам рассказывал, отражает лично мое понимание рынка. Оно основано на моем опыте. И ни в коем случае не является руководством к действию, а именно к совершению сделок. Удачи вам всех торгов! Игорь, на сегодня у меня все. Да, спасибо, Дмитрий. У меня, кстати, вопрос в этой связи. Вот я смотрю на график фунт Франк, наш любимый, который мы часто обсуждаем. То есть вы считали, что если он пробьет вниз там полтора, шестьдесят семь, по-моему, да, что это какой-то такой... Ну, это примерно один пятьдесят пятьдесят отметочка. То есть это может стать торговым сигналом на продажу фунта. Я смотрю исключительно на основании теханализа, но вы сами знаете, что если цена пробивает продающий минимум, просто есть сейчас признаки слабости от данного курса, как я уже показывал. Невходящий канал, вторая попытка преодолеть сопротивление канала, она ни к чему не привела, как вы видели из графика. И, соответственно, сейчас мы опять находимся под наклонной поддержкой. Ясно. Понял вас, Дмитрий, спасибо большое. Ну, что ж, коллеги, я думаю, я сразу несколько торговых идей услышал, увидел, вернее, на графиках Дмитрия Семенова. Очень интересный, хороший анализ. И я думаю, что и наши зрители тоже что-то для себя, так сказать, увидели на сегодняшний день. Ну, а говоря о рублевой зоне, давайте подведем итоги. Сегодня два события в центре внимания. Это выход от официального журнала ЕС, в котором будут опубликованы санкции или не будут. И второе, это президент будет принимать решение об обнулении накопительной части пенсии. Уверен, что оба события существенно повлияют на состояние и направление движения российского рынка. Ну, понятно, так сказать, у каждого свое видение, свои ожидания. желаю вам угадать сторону движения этого процесса. Успешных вам тарков. Ну, а мы встречаемся завтра в 9.30 здесь же. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...